Это наш дядя, точнее, он выходит так, моему дедушке родной Тогои, то есть Шурик, Юрик, дай Бог ему здоровья, здоровья, это были двоюродные братья моего дедушки, вы знаете, эта семья, они на верой, это была такая большая знаменитость в Бухаре, и вот так, вот какая разница, посмотрите, между, мы почти ровесники, почти, а он мне двоюродный, дядя, нет, я ему внучатый племянник, внучатый, вот так, потому что бабушка моя, Хула Рахмат Карабоша, бабушка Ширин, она была самая старшая у Минахеми Садыха, а Мула Ошерин Садых был самый последний, нет, еще не сон, нет, Ошерин, ваш папа, Ошерин самый младший, да, 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 Хула Рахмат Карабоша, это грандиозный человек был, это был человек, знаете, сутуми авлот, вот такой человек был, и вот от него, вот такие дети, Хула Рахмат Карабоша, всех, кто ушел, дай Бог здоровья, Юрой, и вот Шурик, Шурик, это, я буквально недавно его тоже видел, очень сильно болел, мы очень долго вместе работали здесь, когда приехали, все мы очень долго и тяжело работали, когда приехали, и он тоже работал во Леонардо, мы вместе, ну и кроме этого мы очень часто встречались, часто виделись, Хула Рахмат Карабоша, очень такой добрый, очень компанейский человек, человек, который всегда, у него всегда улыбка была на лице, даже ему было очень плохо, но все равно улыбка у него была, я возражаю моих собратьевых супруги, детям, я знаю, что вы очень много, очень много сделали для него, очень много, а худогорда у нас говорят, дай Бог, чтобы вы, эта память, память для вашего отца, для вас была всегда незыблема, чтобы она была для вас, всегда, чтобы вы поняли, вы и ваши дети, ваши его внуки, Хула Рахмат Карабоша Шурика, я очень здесь вижу всех моих очень близких друзей, людей, дай Бог здоровья всем, но в этот день я буквально пять минут расскажу, уже, наверное, начали говорить о той главе Торе, которую мы вчера читали, очень интересно, вчера была интересная параша, которую мы читали, которая называется «Ваишлах», «Ваишлах» от слова «шлах», что значит «шлах»? «Послал». Посланники написали «Ваишлах Малахим». Почему написано «Малахим»? Что эти люди были «Малахим»? «Малахим» переводится как «ангелы». Вот именно, что это было все на духовном уровне, который Яков делал от имени, не надо слушать, это беспорядок.